всем привет это канал бородач tv в нашей студии сегодня сергей маслов два бородача уже стать я одного бородача поменял на 2 я скоро побреешься да надо как-то соответствовать у нас понимаешь в эфире так ну как сказать на канале принят один с бородой 2 без ну ладно от шуток скажем так перейдем к серьезным вопросам расскажи пожалуйста ты же сюда пришел с какой-то определенной проблемой не с проблемой хотелось бы поговорить о существующем в городе тенденции безнаказанности среди правоохранительных органов органов приставского отдела в мэрии есть кому вопрос задать и также частные лица которые пользуются своими деньгами подкупают и действуют незаконно в нашем городе совершенно свободно есть куча доказательств куча бумаг уже лежат уже все у следователя кстати наследователя тоже держит ну потому что очень тянет я поэтому я на него подал тоже в суд выиграл суд вот сейчас опять разбирается не торопится я еще один раз подал бумагу на него может сейчас расторопиться как отдаваясь сразу перейдем к делу да просто не все знают о чем идет речь да то есть о чем вообще сейчас речь идет о том что проведен рейдерский захват имущество все в станции основанной и по маслу это вот на берегу финского да и победу происходило все этим образом что группа лист по предварительному сговору собрали подделанные или не подделанные сделанные фальсифицированные документы подали в суд в суде и мы изначально отказались основоборском потом они подали в областной суд там была предвзятость какая-то надуманная и бумаги протащили в итоге много было каких-то еще истории но тем не менее сейчас есть доказательства что по крайней мере уже на одного из участников этой группы гусева владимира бывшего работника болтстроя уголовное дело заведено по такому же случае по фальсификации документов он пользуясь печатью болтстроя подделал одну из бумаг почему о нем говорю потому что он же без основного бора другие участники находятся в петербурге не так интересно но если кто знает кижнеров александр кучин его два брата шабанова один из них совершенно всегда же да вот так если разбираться всегда есть причинно-следственная связь вот и занимался да давайте просто по порядку начнем с того что как вот ты получил вот эту станцию да то есть я не понимаю какие-то были сроки оговоренности да то есть какой-то был контракт и в итоге у тебя с собой что разорвали контракт и и и что на самом деле у меня ничего не происходило все вот так и есть как было я пошел получил грант от государства по своему бизнес-план пройдя обучение у нас есть отдел по поддержке предпринимательства прошел обучение написал бизнес-план победил на конкурсе получил деньги построил сервис станцию вложил свои средства дом давно у нас существует с тринадцатого года поэтому все всегда и было как есть я был там я есть я и устроил я ее построил заново даже после того когда по поддельным документам ее разобрали но это все уже судебные тяжбы меня очень интересует просто отношения приставов приехавших частности сафонова приветствую вас позволили себе распивать алкогольные напитки во время следственного действия что уже преступление плюс они осквернили музей великой отечественной войны ногами топтали его потом все сложили это в пакеты мусорные что-то выпрямили на помойку что-то увезли вот распрятали по гаражам непонятно каким они образом оказались мои вещи на базе вот этот подпринимательский инкубатор или что там гаражи много вопросов приходил также предварительно до того как станцию разобрали поничев от лица гусева при свидетелях при депутатской комиссии как это назвать неправду про меня говорил про них в чем я увлечил на месте и он сам же признался что действует по словам гусева совершенно подожди чтобы разобраться в этом вопросе надо конечно собрать вообще всех учащих конечно в итоге как-то собирались просто вот решали обходился зиру собираешь за лесу да да ожидаю ближайшее время а как ты считаешь может кого-то есть какой-то интересное есть он сервис есть интересный местному на самом немногих интерес есть но надо понимать тоже что если человек себя уважает он не полезет в чужой бизнес свой как-то построить а это уже не то не до люди которые пытаются что-то отжать у людей которые сами все сделали это тут уже вопросы чести затронуты поэтому придется как бы и определиться с ними кто они такие я за себя могу сказать много чего этих я не знаю вот так вот вот петербург это зараза вижу территории там много не задействованы скажу ты знаешь можно использовать есть же когда не хватает как было вот на руси это кого всегда раскулачивают тех кто много работал принципе да но они меняют из поколения в поколение происходит я поэтому решил остановить эту тираду вот у меня есть интересное тут изъяснение ребят которыми угрозами они присылают в контакте с угрозы да не вот это уже продолжение вот мы вас там убьют троллевали оскорбляет меня то что пускай они мне пишут но не трогайте вы главу нашего мэрии оскорбили уже и вот смотрите что они пишут как они вот туда сюда ему там это все предлагаю разобраться и это все друзья вот этого товарища что за депутатской комиссии приходил тут видишь контакт из контакта до контакт есть что-то доказание понятно что мы крышу даты все есть 21 век уже запросы могут сделать пускай сделать я если что готов отвечать да вот это мне нравится надо быть никакими у меня ты вот в этой же переписки ну пытается договориться насчет пляжа типа я мне это надо то вот присылает свой и телефон он два дня мне писал я же не отвечал я с таким не общаюсь вот он два дня мне листал письма свои потом вот это не выдержал это участкового заявления на котором не ответил что они не в себе были просто а так все в порядке не принял никаких действий это у него есть все даты участкового молодежная 12 да он сказал что он им позвонил и они сказали муж были просто не в себе сша нормативной базе скажу как пробежимся сейчас сейчас на эту землю есть договор конечно это да на такой срок срок определенный договором я арендую плачу деньги у меня все в порядке а вообще просто договор бываете на 5-10 лет у меня на пять лет с приоритетным продлением а ну год-полтора у тебя еще впереди да 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 вопросов не было и тебе таки а их и быть не может потому что я там своих детей ращу и создаю ауру для других людей которые хотят в полноценном обществе детей я был я почему чтобы я пригласил потому что этому я там себе не буду гадить поэтому делаю как не так что другим делать же как для себя без разницы поэтому так все и происходит а ребятам надо там бар поставить клуб там что еще куча ну это директор вулкана этих игровых аппаратов на ракеты подпольные игры хотят устроить я не знаю что у них голове тут уже следствие пускай разбирается что так хочется именно в городе поставить что-то такое и хочется ему очень сильно на пляже ну не знаю я был если бы мне было бы желание я бы не пошел потому что это далековато от города да то есть у меня в которых есть деньги но не явно не там будут пустить скажем так есть более серьезный бизнеса скажем так казино да если ты об этом лишь я и в этом речь не веду я говорю о том кто эти люди и что им тут надо и пускай это следствие разбирается не мое дело ввода делать я вот по конкретике хочу чтобы все эти ребята вот это вот все в суде объяснили кто там был не в себе и что у них вообще со здоровьем уж какие-то проблемы сейчас магнитное горе слушай как давно это идет три года то стыка только взял там нет не только взял ведь и едет два года я занимался бумагами то что все это на год мы строили станцию где-то через год как она была построена вот это все началось выпускать 2,5 года ты все нормально жил и потом полтора года у тебя уже это идет два с половиной а достойно года и не до полтора года ты все это они повышаю юридическую квалификацию предлагали даже это на полставки следует любать ему пока думаю ну помог будем конечно раз что-то не получается у них помог будем разобраться суши давай еще немножко так позитива да скажи пожалуйста послушает да у тебя есть проблема это не проблема ситуация да проблем нет вообще у меня все в порядке ситуация просто смотри интересно же еще узнать что ты такое делаешь расскажи пожалуйста подруги во что ты вкладываешься что должно получать я вкладываюсь в будущее будущее для меня это мой ребенок и те дети что у меня еще будут все просто я в этой вкладываюсь даю ему нормального понимания жизни учу и обращение животными с лесом со всем миром очень принципе гармония с природой избавляет человека от страданий принципе поэтому как бы делаю что могу слушай может быть какая-то нужна помощь может быть юрист или машина нет помощь мне явно не нужно хочу чтобы органы которые следят надзорные за депутатской работой за всеми этими участниками вот этого рейберского захвата провели свою работу за зарплату которую все население им платит через налоги свои вот за эти деньги которые мы им платим пускай отработают а то как то ну одни только в мою сторону вопросы я вот задаю тоже вот всем вопросы пожалуйста хочу ответы получить хорошо я думаю уже все да наверное да ты потом мне просто приложить какие-нибудь файлы покупают а то есть в электронном углублательном виде пришли да да скрин и страны на расскажу документа про главу администрации чем пишут ну что всем спасибо у нас гостях был сергей маслов человек который занимается скажем так культурной стороной в нашем городе так точно вот всем всего доброго